Ну что, братанчик, здорово! С тобой, как обычно, Паша Клэнс, я сейчас на контейнерах непосредственно. Скорее всего, это будут не окупные контейнеры. Ну, а посмотрим на самом деле, потому что в Матрёшка Роллиплей, ты знаешь, у меня всегда как-то так то в одну сторону, то в другую, то как-то понятно, то как-то непонятно. И да, как ты, возможно, заметил, если ты последние пару дней смотришь ролики по Матрёшке Роллиплей на моём канале, в левом нижнем углу написано, когда я записываю этот ролик. Да, я вот записываю до кейсов, получается, которые выйдут позже, но просто имей в виду, что, получается, в конце следующего ролика я скажу, что я пойду на конты, и вот я, типа, сейчас только до них поехал. Вот так вот, получается, следующий ролик, он будет записан до вот этого видоса. Вот такая фигня. Просто периодически я, получается, в Матрёшку Роллиплей залетаю и записываю просто пачку видосов, понял, и потом их, соответственно, тебе выгружаю. Вот так вот, на хороших чах, на хороших настроениях. У меня просто, видишь, ещё работа в ИРЛ, ну, в реальной жизни, и как бы хочется всё совмещать, чтобы было адекватно, всё такое, поэтому я вот так вот, бац, жёстко залетаю, и у меня даже башка не мытая. Мойся, пожалуйста, дружище, это просто жесть какая-то. У меня просто воды пока что нету горячей. И из чайника вот эти вот волосьню вот эту вот мыть, где она, вот она, вот эту вот волосьню, это жёстко, но тем не менее. Короче, сегодня мы с тобой в Матрёшке РП, как обычно, на сервачке пятом. Если ты тоже хочешь что-то залететь, всё, что тебе нужно, это пройти по ссылочке, которая в закрепе. С телефона нажимаешь, и, соответственно, ну, типа, скачиваешь игрую, кайфуешь. И если что, то я играю на пятом сервере, но ты можешь на любом другом играть, вот. Ну, желательно, на пятом, конечно же, да. Есть фрам-код ClayMoney, который тебе даст 30 тысяч вертов. Насколько я помню, вроде 30 тысяч вертов. Для самого начала это самое топ. Ну, просто поверь мне, ну, типа, чтобы начать двигаться там туда-сюда, особенно пока прокачиваешься на первых уровнях, в любом случае, не все работы доступны, но они есть, они интересные, адекватные, прикольные. Вот, и также, помимо вертов, через 2 часа отыгрыша, да, получается, вот. Ты ввел промокод, зарегался, и через 2 часа игры полноценной тебе дадут вот как раз-таки верты, вот эти 30 тысяч, и временную тачку, эху, е60, просто великолепная машина. Но не прокачивай ее, пожалуйста, ни в коем разе, я, вроде бы, ее нельзя прокачивать, но просто на всякий случай я тебе говорю, что ты ее не прокачивай, ибо деньги тебе с нее не вернутся, что за волосы здесь? А, это с бороды, походу, ну, ты там увидишь это в следующей серии, или в предыдущей, это было, уже не помню. Короче, ладно, сегодня я открою вот этот контейнер, до которого осталось 4 минуты. Скорее всего, я его не куплю, и гораздо выгоднее было бы пооткрывать кейсы, наверное, что-то в этом промежутке, но я решил сделать именно вот таким вот образом. Поэтому сейчас берем такой чип-поинкс, делаем ставку на контейнер. Так, 5 миллионов, 10 тысяч, раз, два, три. Вот так вот, короче, сделаю, бэм, просто. И, соответственно, сейчас будем смотреть, что из этого получится. Скорее всего, ничего хорошего, потому что в контейнеры, если честно, я очень слабо как-то верю. Так, подожди, сейчас для превьюшки еще надо вот так вот, бэм, просто вот так вот встали. И, смотри, есть, короче, хаман, называется InfHood. Бэм, лайфхак. Ну и, да, там она, конечно, будет видоизмененная, превьюшка немного, все такое. У меня тут рожа, скорее всего, где-то слева будет, и я такой, вау, жестко, нифига, что-то выпало. Вот, так что, да, такие вот моменты. Короче, я не знаю, что отсюда может выпасть, но я не всегда верю, как бы, в контейнеры, в матрешки или вообще в целом, я не знаю. Самые крутые контейнеры, мне кажется, были у этого, у синдиката, короче, знаешь, вот есть канал этот, Жекищ, Дубровский. Там вообще жесткие контейнеры. Я понимаю, что это абсолютно разно. Но, в конце концов, были все-таки моменты, когда мне отсюда что-то прикольное падало. Вот, самое главное, что, с одной стороны, хочется, чтобы, там, знаешь, там, не знаю, Bugatti, да, отсюда выпало, был бы вообще супер. Но, опять же, типа, ты ее потом не продашь. У нее будет сломанная ГОСКа, да, жесткая. Поэтому за те же, там, 60-50 миллионов ты ее не продашь, но в целом за 30-20, как будто бы ее можно было бы продать. Но, опять же, видишь, я не взаимодействую уже с игроками в матрешка РП в плане покупки, продажи чего-либо. Вот, быть может, с бизнесами мы как-то будем обмениваться. Ну, не обмениваться, точнее, а я буду покупать бизнес за 1 рубль, делать обзор и отдавать обратно. Но тут, опять же, нужно быть супер-мега внимательными. Вот, особенно по никнейму, потому что я считаю, что появятся скамеры какие-либо. Поэтому нужно, конечно, супер-мега аккуратнее быть. Вот, поэтому, если что-то я сам буду связываться. Ты можешь в комментариях, допустим, написать, в смысле, какой у тебя бизнес есть на сервере пятом. И обязательно написать свой никнейм. В этом случае, ну, ты там, в целом, узнаешь, что это буду я. Потому что, скорее всего, появятся всякие скамеры. Вот, у меня нету здесь других аккаунтов, если что, никаких. То есть, исключительно Рауль Говнисе. То есть, через А. Р, А, У, Л. Вот, обратив внимание, что скамеры, они могут поменять буковку, допустим, которая вот эта Л у меня. У меня именно Л, а они могут и большую там сделать. Просто держу тебя в курсе, пожалуйста, аккуратно, если ты все-таки захочешь мне дать бизнес на обзор. Я понимаю, что я рискую, когда сейчас это говорю, но, тем не менее, пожалуйста, будь аккуратен. Или же кто-то вместо буквы В вот этой вот гавашки сделает подкову. Знаешь, такую, типа, ну, типа, Гау Неси. Ну, это, типа, не очень, на самом деле. Просто держу тебя в курсе, будь аккуратнее, пожалуйста, когда там что-то где-то, если захочешь. А, на самом деле, самая идеальная страта, это чтобы, знаешь, ой, чтобы, грубо говоря, ты меня встретил, да, где-нибудь на сервере и попросил меня до банка в Батарево доехать, чтобы я там, не знаю, поменял цену за вход. И если я реально меняю цену за вход на ту, на которую ты говоришь, то это реально я. Вот, в этом случае ты уж точно не обманешься. Так что я тебе просто предупреждаю, что скамеры могут быть, но я не скамер. Вот, мне это не нужно, как бы, зачем это мне вообще? Вот, чтобы, типа, что, чтобы меня руководство матрешки потом наругало, сказал, ты что, дурак, что ли? Нет, спасибо большое, мне 30 лет, мне этим заниматься не нужно. Хотя я знаю, что есть люди, как бы, моего тоже возраста, которые, хернёй, это уж 100% занимаются. Ибо народу много, как говорится, а в сети очень много, ну, как бы, наивных типов, поэтому, да. Короче, ладно, мы сейчас ждём полторы минутки, открываем этот прекрасный... О, чё-чё, типульки там выпал, очень интересный, пум-пум-пум, скайлайн, нифига, R34 ему, короче, выпал. Или ей, кому там чё-то не было. Нифига, он богатый, ля, у него тут сумочка, короче, понял, гучи. У него сзади тоже гучи, у него на этим, на голове тоже гучи, там, нифига, там типуля жёстко заряженный максимально. Ну, и он с дамочкой, короче, ходил, гильноза, ауро, ровно, вот так вот. ХПшки у них продвинут, ну, ничего страшного. Итак, остаётся чисто мой контейнер, меньше одной минуты. Быть может, что-то хорошее выпадет, быть может, что-то нет. Там, там был, сейчас я ей напишу, там был R34, с 4 месяца, вроде бы. Так что, такая вот фигня, кул, здорово. Вот, так что сейчас посмотрим, чё непосредственно отсюда выпадет, собственно говоря. Итак, остаётся совсем чуть-чуть времени, буквально 35 секунд. И я напоминаю, что, а вам не нужна жена? Не, спасибо. Я бизнесмен. Да, бизнесмен, у жена не особо сильно нужна. Мне 30 лет, какие жены вообще в роли плей-проектах, вы что, с ума сошли? Он до одной тонюхи хватает, Соня была там, но немножечко не здесь, но это совсем другая история. А дочь? Не, спасибо. Дочь, жена. Чтобы что? Чтобы я тебя обеспечивал? Так, ну ладно, сейчас посмотрим, чё у вас, собственно говоря, выпадет. Было бы очень прикольно, если бы что-то прикольное выпало, но, скорее всего, это будет машина за полтора миллиона или за три миллиона максимум. Итак, и что же это? Это у нас Мерседес. Он мне, кстати, по-моему, уже падал относительно недавно, в целом. Как будто бы хороший транспорт, я даже не знаю, в целом нормально, наверное. Давай посмотрим, что он из себя представляет. Мне для этого его нужно выгрузить, да, вот так вот чипунь, так вот делаем. Так, в самый низ R63. Ну, типа, я понимаю, что это S63 AMG. Это RACE. Загрузить транспорт. Удя сюда. Сейчас посмотрим, что этот транспорт из себя представляет. Но это типа старая Сэшка. Насколько я помню, чё-то где-то всякое это было. А вы богатый, да, в целом богатый. Так, ну и что? Давай посмотрим документы на транспорт. Документ на транспорт, туда-сюда, документы. Три миллиона сто тысяч всего лишь машина стоит. Мы не в окупе на, получается, один миллион девятьсот тысяч рублей, плюс ещё и улучшить там в будущем, прочее. Но пока что я продавать не буду. МВД-чный. Что это такое? Не, спасибо. Я ни с кем не дружу. Так будет гораздо проще. Вот. Короче, сегодня мы выбили вот такой вот прекрасный транспорт. К сожалению, мы не окупились, но тем не менее, это всё равно контентич, я считаю. И как будто бы нормик. Вот. Я напоминаю, что если ты захочешь дать бизнес на обзор, там, всё такое, то желательно, чтобы ты, если меня там где-то найдёшь, что-то сделаешь, смотри, ещё вот так вот пропишу. Бэм, просто. Вот так вот всё выглядит, это вот всё великолепие, прекраснейшее. Короче, если ты хочешь повзаимодействовать со мной в качестве бизнеса, то лучше попроси меня, чтобы я поменял цену на вход в Батырево. И тогда ты точно убедишься, что это я, как бы, да. Это единственный способ проверки пока что. В Батырево, в банке, конечно. Чтобы был Паша Клэнс, мы открыли контейнеры и выбили этот мерсик. В целом, неплохо, но не окуп, к сожалению. Чё поделаешь, ничего страшного. Ладно, увидимся в следующих видосах. Давай. Всё. Обнял, приподнял, там, туда-сюда сделал. Поцеловал там кого-то. Ну, по-братски. Всё, F9, короче.